Сегодня члены Кабинета Министров приняли план действий по реализации послания президента страны. В документе прописаны конкретные задачи по повышению качества жизни, созданию благоприятных условий для демографического роста, развития реального сектора экономики. О деталях стратегии Дмитрий Ковалев. Приоритетный план действий должен стать ориентиром для правительства региона. На ближайшие годы задач немало. Снижение госдолга, рост доходов в бюджете, развитие экспорта. Эти меры на экономике республики скажутся благоприятно. Предусматривается наращивание и расширение ассортимента экспорта сельскохозяйственной продукции, повышение молочной продуктивности коров, сохранение устойчивого ветеринарного благополучия, предоставление грантов на поддержку начинающих фермерам, повышение производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства, поддержки высокотемиологичных компаний, а также хозяйственных субъектов, реализующих перспективные, приоритетные и инновационные проекты. Качественное образование в школах и передовая медицина – еще одни приоритеты в работе кабмина. В республике продолжат расширять сеть гериатрических кабинетов, развивать систему удаленных видеоконсультаций и внедрять современные стандарты медпомощи. Большой отдачи ожидают и от программы строительства и реконструкции школ. В ближайших планах ликвидация второй смены. В районах республики продолжат оснащать специализированные классы, чтобы ковать кадры для новой экономики. Будут созданы не менее трех специализированных центров компетенции, аккредитованные по стандарту WorldSkills. Сформированы добровольческие отряды в образовательных организациях. Организована работа профильных лагерей для одаренных детей. Члены правительства обсудили и ход подготовки к весеннеполевым работам. Минсельхозе региона отмечают, что в этом году аграриям необходимо грамотно расставлять приоритеты и отказаться от нерентабельных культур. Имеется стабильный спрос на семена технических культур, подсолнечника, рапса, горчицы, слоя. Однако по опыту прошлого года, высокой зависимости от погодных условий, проблемой с уборкой, отсутствием достаточного количества сушительного оборудования, дальнейшее увеличение площади села подсолнечника видится нецелесообразным. Если говорить о производстве овощей открытого грунта, показали, рост он идет. По открытому грунту цены на овощи сегодня нормальные. Начать посевные работы, по прогнозам, получится не раньше середины апреля. Аграриям необходимо подготовиться основательно. Те объемы, которые у нас пришли с прошлого года, их необходимо выполнять. Соглашение с Минсельхозом по индикаторам необходимо выполнять, поэтому прошу работу серьезно провести в первую очередь с муниципалитетами, хозяйствами, фермерами. Этой весной в республике посевные площади планируют увеличить. Сейчас хозяйства запасаются семенами, удобрениями и топливом. Главное, чтобы погода не подвела. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.